Столица утихла, но часть государства уже пылала бунта. Одним из виновников того был князь Григорий Петрович Шаховской. Любимец Отрепьева он снискал доверие Шуйского и был назначен воеводой в Путивине. Там оставалось еще немало бродяг, беглых разбойников и сподвижников самозванцев. Шаховской созвал граждан и объявил, что вместо Дмитрия умертвили какого-то немца, что тот жив и скрывается, ожидая помощи своих друзей. Народ не усомнился и восстал. За Путивлем поднялись все города Южной России. Рассказывали о трех таинственных беглецах, выехавших из России в Литву, и одним из которых был якобы Дмитрий Иоаннович. Слух о бегстве Растриги встревожил московскую червь, которая поверила, что лжецарь смог ожить. Царица Инна Келемарфа писала к жителям всех городов, что она собственными глазами видела убийство Дмитрия Вуглича, но ее уговоры не действовали. Бунт набирал силу.